Музыка Всем привет! Сегодня хотел бы я остановиться на матчапе Лизы против Империи Высказать несколько мыслей по этому поводу И посмотреть достаточно упорный такой поединок Между мной и Сатэром Мне кажется очень такой хороший бой получился В силу его факторов Прежде всего повлиявших на конечный исход данного поединка Карта вот что-то не нравится Почему-то вот эта вода все время дрожит Да мне ничего понять не могу Ну и поразмышлять все-таки о мете Империи и Лизов Все-таки я думаю что здесь шансы Ну относительно равны между одной и второй фракцией И хотелось бы еще отметить что недавно совсем Сатэр Очень жестко пригорел от арты Но самокритичность ему свойственна В итоге он тоже набрал арты и написал мне Позор Типа того что сам говорит Угорал с этого артоводства И по итогу сам же им и занимаюсь Ну и в качестве ударной силы конечно же выбраны им прежде всего кавалерия Копеечки нахладных вот в эту улычку вкачаны Что-то там остались какие-то много совсем монет И я почему-то решил именно вложить все это дело в каву Потому что именно ей я так думаю Лизы обязаны добывать победу в этом матчапе Несмотря на то что есть эти Гармоничное слияние Апофеоз Щип древних Очень полезная вещь Ну и изгнание Ну вообще выбор Мазды На Вот в этом вот транспорте Он конечно же Ну наверное под вопросом Либо Скорее всего я его Именно в данном вот матче Не так уж хорошо заиграл Как это можно было бы сделать Он становится Мишелью для Пороховых юнитов И Как бы В этом вот как раз и одна из основных опасностей Ну За империю мы видим охотника на ведьм с обвинением Очень полезный юнит Один из метовых генералов против лизов Это Бальтазар Гельд С окончательной трансмутацией И с раскаленным роком Ну и также мы видим этих хамелеонок сынков Которые вот попадают здесь под обстрел И соответственно я увожу их в лес Карта в общем то не сказать Чтобы она прямо в чью то пользу жестко была Кроме этого мы видим аж трех пистольеров Причем это именно пистольеры Вот не свободные эти ополченцы Это милиция Это которую берут очень часто игроки Ну и пехота соответственно проседает пехотный ростер Очень сильно прямо вот он проседает В силу того что есть у нас рыцари на демигрифах С алебардами Один отряд И еще один здесь вот стоит Рыцари на демигрифах с алебардами в лесу Ну а пехоту вы все видели То есть состав в принципе лизов вы видели Соответственно я вынужден ввести вот так вот в обход своих И давать возможность Плюс еще и арбалет здесь И давать возможность отработать его стрелкам Стрелкам этим пистольером И в том числе и арбалетчиком Ну нет у меня таких отрядов Чтобы прямо махом быстро прискакать И заткнуть всю эту стрелковую составляющую А здесь мы видим три, четыре и две арты То есть шесть всего отрядов Из которых что получается пять пороховых А вот здесь конечно же Не до контроля со стороны Потому что они хоть и с пригорочка стреляют Но уже То есть мы видим да Вот эти вот три отряда Они как попало Плюс на выхватывали рыцари на демигрифах с алебардами Здесь же идет атака в лесу На рыцари на демигриф с алебардами И вот пошло изгнание Ну не знаю насколько оно здесь эффективно Давайте посмотрим Ну в принципе неплохо При том что я откидываю еще и щит древних Которые дают сопротивление Тут же еще и хил идет То есть в общем то неплохо развивается атака Здесь в лесу Неплохо досталось сынам Зигмара Кроме этого подбегают вот эти вот сынки И начинают вести огонь Между тем первую линию Ну просохатил он здесь арбалетчиков Конечно же чего уж там говорить Но это такой фейл из разряда Ничего страшного Поскольку в это время Завры воины здесь со щитами были заняты Гораздо хуже было бы Если бы они вот здесь вот пробились То есть это именно недостаток пехоты За империю И это одна из ошибок Я вот так вот вижу империи И вот здесь уже фейлом на фейл отвечаю я Во первых здесь обвинение откидывается Вот на Маздамунде Посмотрите как он проседает И самое главное Я прошляпил конечно же разворот артиллерии То есть посмотрите Она прямой наводкой Пофиг эти деревья Посмотрите как залетает Да пинает этого охотника на ведьм Че толку Неплохо бастиладон Ну по моему два раза что ли я успел За бой хил откинуть Или один ли даже раз Вот То есть такое достаточно напряженное Здесь противостояние Демики в общем то справляются с кавалерией То есть убивают этих копейщиков нахладных Причем второй отряд здесь вязнет в сынах Зигмара Наездники просто нахладных Ну а оставлять уже Мазду там нельзя Ну и сделать ты уже ничего не можешь Да Сатер уже здесь специально По сути ну как бы отдал Под атаку серебряные пули Которые он спас Атакой рыцаря на демигрифах Ну то есть посмотрите Очень динамично развивается поединок Мазду провожает не просто Бальтазар Гельд Идут в ближку когорта с цинков То есть вот Вот этот вот момент интересен Что все было подчинено На то чтобы убить Мазду Посмотрите три пороховых отряда Так или иначе вели обстрел Но серебряные пули только подошли И две арты Это позволило Лизан в свою очередь Все таки заняться Вот этими вот отрядами Великой пушкой в том числе прежде всего И орудовать по тылам Вот это вот основное Основной момент охоты за Маздой Но как бы мы видим что потеря Мазды И тут уже сразу мелькают мысли о том что Нужно было Конечно же Как то его попытаться посейвить Ну вот поэтому ну говорить о том что У нас прям совсем метовый лорд Наверное не приходится Потому что наверное Есть какие то другие варианты Варианты крокгара Либо еще чего нибудь Я бы хотел тоже об этом поговорить Ну и между тем неплохо Бастиладон Здесь вот он ворвался И не дает он стрелять пистолером С другой стороны целей Для них здесь практически не осталось Здорово зашла Когорта с цинков Орудует она тут по тылам Ну и фейл Вот еще один Бегут они Завры воины эти со щитами С этими арбалетчиками А может быть я уже не помню Я и специально их за ними отправил Хотя это конечно же Неправильно Здесь же Рыцари на демигрифах С алибардами По прежнему пытаются Расправиться с копейщиками На хладных Ну и понятно что В этой ситуации Конечно же Основная цель После потери Потери лорда Как можно дольше Чтобы эти юниты не бежали Но опять таки Вот потеря лорда Чем еще интересен Этот момент в данном бою Она сыграла определенную Ну может быть До определенной степени Злую шутку С империей В том плане что На тот момент Когда был потерян Мазда Вот он он бедолага В общем то Отряды лизов Они не понесли Сколь либо Существенные потери Которые БЫ просадили Их дисциплину Ну вот даже сейчас Давайте посмотрим Один отряд Понесенный урон Всего лишь минус 11 Если мы посмотрим На те же Серебряные пули Понесенный урон Ну что 51 Ну то есть чувствуем Да понятно Что здесь где-то больше Где-то меньше Но здесь Отряд побеждает В ближке Здесь тоже так или иначе Он в ближке побеждает Здесь аналогичная ситуация Поэтому Это конечно не к тому Что Мазду Не надо было провожать Или не нужно было Его убивать Но Это приводит к тому Что лизы С поля боя С потерей мага И лорда Они не бегут Они продолжают сражаться Кроме этого Еще и бастиладон Очередная улучшенная Окончательная Трансмутация Достается здесь Изавровым воинам со щитами Но в меньшей степени Но больше конечно же Достается бастиладону И все То есть два сингла минус Ну и понятно Что в этой ситуации Вообще вот так Всем игрокам То есть нужно Выбирать Приоритетные Какие-то цели Для атаки В такой ситуации То есть здесь мы видим Это демигрифы И соответственно это Бальтазар гель То есть оставшиеся Хамелеоновые Сцинки В общем-то Позволяют До определенной степени Надеяться В лесам На благополучный Исход боя Ну а то что вот Один отряд там Это конечно же Не позволяет Ни на что надеяться Но при этом Мы с вами видим Что огромное количество Пехоты Завров живо Для конца боя То есть вот он 6 минут идет По-прежнему В лесу Борятся у нас Хамелеоновые Сцинки Здесь они уже заходят И в ближку Убивают пехоту То есть нужно переключать Раскаленный Рог еще один заходит Ну в принципе не сказать Чтобы уж там жестко Но здесь Основное было Спасти естественно Когорту сцинков Чтобы она Как более быстрый отряд Могла догонять Отступающие отряды Соперников И очень здорово ведут Прицельный вот этот вот Огонь Пистольеры Хоть и Ну правда вот в лесу Как мы с вами видим Но тем не менее И серебряные пули живы То есть В общем то Догнать их достаточно Тяжело В ближке уже Бальтазар В ближке охотник На ведьм То есть очень напряженно Но мы здесь Ускоримся Тут же вспоминает Полководец Зализов Что есть еще Завры войны со щитами И вот они по сути Сыграли роль Тактического резерва То есть мы видим с вами Что бежит Охотник на ведьм Бежит Бальтазар Гельт Где вот они Здесь эти оба бедолаги Но Тем не менее Как бы Удается Да вот удается Спасти Бальтазара прежде всего Посох вот этот Вот используется Воланса Воланс Ноланс Воланд Но Основное Это живых Миллионовые сценки Не то что там пехота При том что Обратите внимание Пехоту то в общем Пороховые стрелки Пистолеры Просадили и просадили Очень хорошо Но живые сценки Обвинение им Не так уж и страшно В общем то они Пострашнее наверное Этих Завров Войнов Возвращаются Остатки Этих Кто у нас получается Копейщиков Неплохо раскаленный Рог вот заходит Да посмотрите как Полоска ХП Тает Но Подошедшие эти Хамелеоновые сценки Плюс еще Пистольеры То есть они Пистольеры Так и не сбежали Очень упорно До конца Сопротивляется империя Плюс еще Здесь Отряд пистольеров Их хоть и 15 Но тем не менее Но приоритетная цель Здесь Бальтазар И Бальтазару Здесь деться некуда То есть Хамелеоновые сценки По прежнему Не бегут И ведут свой Прицельный огонь Понижая Боевые Характеристики Своими ядовитыми Выстрелами Бальтазара И опять таки Не хочет бежать Охотник на вень Но вот сейчас Он уже Его догоняет Когорта с цинков И конечно же Ему здесь уже не сдобровать Плюс Плюс Вообще С красной линии Пистольеры Ведут огонь По этой Когорте с цинков И что-либо здесь Предпринять Чтобы их защитить Практически Лизам невозможно Но тем не менее Вот они подошли Эти Завры войны Посмотрите Их 71 как был Так и остался Зигмарцев здесь Всего лишь 3 Модельки В этом отряде И уже Шансы естественно Империи На победу В этом поединке Они тают И тают Очень Так скажем Быстро Плюс возвращаются еще и снова Копейщики Тоже вот кстати Убежали копейщики Но мы с вами видели Какая жаркая в общем-то Заруба здесь вот была На вот этом вот пятаке Соответственно Плюс еще и в лесу Очень много Контроля это требовало От обеих игроков И Соответственно Какие-то вот эти вот отряды Туда-сюда Разбежались У Лизов Это Завры убежали Чертик куда А у Империи Это Вот один отряд Копейщиков Ну и все таки Все таки Вот разговаривая Наверное Что здесь подвело Империю Конечно же не то что Арбалетчики куда-то там Убежали Я вообще считаю что они В этом матчапе Наверное они здесь и не нужны Вот что касается Империи Но это чисто мое видение Опять таки Оно зависит от карты Зависит от Вообще От множества факторов Которые все они озвучить Но вот чтобы бороться с пехотой Завров Хотя бы один И вот так вот Хотя бы вот так Понятно что Вот эти ложатся Под теми же Сцинками Которые стреляют там Но Заигрывать надо Отряд быстрый Плюс У него еще неистовство Поэтому Что получается Двенадцать аром Оружием Еще и восемь процентов Натиск Восемь атака То есть Сорок шесть атака При натиске Двадцать четыре Это очень высокий натиск Еще и плюс восемь процентов Сюда идет И Четырнадцать защита И Вот В ближке То есть Посмотрите Мне кажется Это вот Два этих отряда Масхеф Но это либо Бальтазар Либо все таки Какой Борис Вот так вот На коне С Вот этим вот Рунаклыком В общем то Даже какой нибудь Там Крокгар Сильно быстро Конечно же Он Борю не уделает С его защитой Полтинник Ну и здесь Что нибудь еще Можно там Пол выбирать Потому что он на коне В принципе он не такой дорогой Ну и минус девять атака Минус шесть скорость Сопернику Это тоже все не в плюс Поэтому вот Пехотную составляющую Арта Ну здесь уже кому как Кто то даже вот Использует Люминарк со своей сетью Это опять таки Все зависит от карты И Конечно же это арта Либо одна Либо две арты Должны быть И в обязательном порядке Это деммигрифы Либо вот в такой вот сборке Либо вот так вот Поэтому вот Основной такой вот набор Кастер Под вот это все Хозяйство Я думаю что даже Нефритовый маг Почему бы и нет Вот мне кажется Вот это вот основной набор Тот который должен Сработать в бою Вот так вот все это Должно выглядеть При 4 макс И вот Вот это вот основа Ну понятно Что этот остаток Мы не смотрим Потому что у нас Нефритовый маг Он не укомплектован То есть ясно Что вот Вот так вот все это Будет собираться Вот И Цветение жизни Здесь уже можно даже И не брать Вот 1729 То есть этот Хил он в принципе И так зайдет Хотя 71 монета Ну то есть нужно смотреть Что и как Вот что Ну еще один бой Тут уже сатер идет За До ящеров Совершенно другой состав Это опять таки С вызовом этой Мантикоры Я вот ее специально не брал Потому что Блин ну задолбала Она вот реально Задолбала Ну давайте посмотрим На дубомолоте И вот Карштайн собирает Вот такой вот Билд Более интересный Кстати я не знаю Исход боя И мне было бы Очень интересно Конечно все это дело Посмотреть Те же самые Хамелеоновые сынки Под призыв Янтарный маг Причем там еще Янтарное копье у него Рейкс гвардия Ну я не знаю Какие цели у него И вот мы видим Тимпельговский Люминарк Мы видим серебряные пули Замечательных Тяжелых мечников Сынов Зигмара И так или иначе У нас флагелянты То есть посмотрите Вот их статы На данный момент 36 сил оружия 26 усиления Настика 40 атака 40 атака Плюс они зайдут В ближку Они еще получат Свои Сколько там эти 14 да К защите В ближнем бою Все 24 защита В принципе Это немного конечно Но и 15 процентов Сопротивления Физе При 24 защите Более чем достойный Показатель С обилками На баф Атаки Интересная империя Но тем не менее Мы с вами видим Да вот Пожалуйста Вот они Кроме этого Мы видим В качестве генерала Кого мы видим здесь Карла Франца Со своим Рунаклыком Да или как он там Это дьявольская обилка Которая дает Мощный баф Да На дисциплину И на атаку То есть понятно Есть преимущество Это против крупных Королевских грифитов И вот такая Вот сборка Здесь идет За этих Мы видим Крок Гара Причем он На не максим Или на максимальном Маунте Ну-ка давайте посмотрим Нет он Это максимальный Что-то не похоже На максимальный Маунт Какой-то не такой он Ну и у Крок Гара Основное То есть его можно С кавалерией Запузыривать В каву соперника Вот по крайней мере Из-за этой вот обилки То есть это взрыв Если что Его можно вытащить Из Из замеса Достаточно легко Ну Относительно легко И с цинков Мы видим здесь Много Аж 4 Копейщики нахладных 2 отряда И Отстреливаются С цинки Ну почему-то без Длани Уж если брать Крок Гара То наверное с дланью А если его берешь Без длани То может быть Древнекровный Завр в общем-то С его обилками Там на Ну мы еще поговорим Сейчас о лизах После этого боя Вот замечательно Посмотрите как Вообще великолепно Заходит этот Луминарк Ба-бах Снял И неплохо снял Снова Луминарк стреляет Бах Вот тебе и Вызов Этой Кто она Мантикоры Да Сатер здесь понимает И по-быстрому Прожимает призыв Мантикора 1 и 2 Блин Да не берите вы эти Призывы На них смотреть Просто жутко вообще Причем эти Мантикоры У меня такое ощущение Что они Сильнее Своих обычных Собратьев Вот еще один Выстер с Луминарка Замечательно Империя здесь рискует И рискует здорово Сетка Посмотрите от Луминарка Великолепно И Крокгару Отвешивают Вообще прям нормальных Дюлей Плюс еще Из пригорочка Серебряные пули Отстреливаются Великолепно Работает империя Просто вообще Сейчас еще и Подбегает Карл Франц Плюс копейщики Все Крокгард Вот так вот Плюс Раздает Сейчас Баф Ну это раздает На сынов Зигмора 22 Спротивление Урону Да Почему бы и нет Но здесь опять-таки Та же самая ошибка Два отряда Виснут на одном Хотя Копейщики Могли бы Вот здесь Проатаковать Либо Попытаться Как-то Пройти По центру Призывается Флагелян Которые Необычно кстати Видеть его На Таком вот Маунте Ну а копейщики Так или иначе Сатеровские Пробежали И Они вот здесь Зацепились За копейщиков Этих Флагелян И посмотрите Да вот она защита 24 Физа Пожалуйста 15% Тот там говорил Вот там ничего не бафнули Вот вам пожалуйста Все в порядке Ну здесь уже Она не срабатывает А билка понятно Условия Для нее уже Вытаскиваются Здесь мы видим Королевские грифиты По центру Альдорфа Блин Но они вытаскиваются Чтобы попасть Под копейщиков Нахладных И плюс еще Изавры с копьями со щитами Подошли Ну и обстрел Все таки С тыла Никто не отменял Его Очень высокую Эффективность Здесь же у нас Тепельгорский Этот Луминарк Отрабатывать Он вынужден По этой самой Дикой мантикоре Еще одна мантикор У нас вот этих Мантикор летает Черт побери Выхватывает Янтарный маг Очень жестко Выхватывает Слушайте Ну посмотрите Тем не менее Королевские грифиты Под этим улучшенным Обликом И под молотом Зигмара Который сейчас был откинут Да у зверооблик Висана Но опять таки Они испугали Этот как в предыдущем бою Демиков лишился Пеху разогнать неким Даже в отсутствие генерала То есть их ужасающий вид Он По одному месту И пожалуйста Вот их застрелят Здесь Луминарк уже бесполезен То есть ему либо Стрелять уже по копейщикам Нахладных Которые Кого то там они замесили Судя по тому как они Себя ведут Ну вот Либо Уже все Для него Здесь целей нету По сути все То есть Луминарк Он для снайпинга Именно Сингл целей Сингл юнитов Ну вот Ну Можем маленечко ускорить Но так то неплохо Хо-хо-хо Видели да Вот это да Полосу такую Прожег Сколько же он там убил бы Десятка полтора Наверное Ну и естественно Вынуждены вступать Серебряные пули Возвращаются в бой Дефиты Альдорфа Но Им конечно же уже против Копейщиков Нахладных Не выстоять Но копейщики Нахладных Зачем-то отвлекаются На защиту Мага Хотя В общем то наверное С одной стороны Хорошо что Они бегут на лорда Ну вообще то да Здесь С демиками Справляются Да как мы видим Хамелеоновые 56 атаку Монтикоры Ну а Догнать Хамелеоновые Сцинки Хамелеоновые Все-таки Ведет он огонь Мы с вами видим Что опять Завры тащат Интересно Так Не думаю Что здесь Все-таки Такая Необходимость была В этих Вот товарищах Потому что Карл Франц Ну я не думаю Что он там сильно дорогой Был Под этими Обилками Ну вот так вот интересно Эти вообще Где-то потерялись Вот 1350 Блин 1350 Они не Хамелеоновых Никогда не догонят И все равно Размен всегда будет Не в пользу Цинклера Вот в этой ситуации Ничего они Не сделали Люминарк 104 Это конечно Что-то Что касается Этих товарищей То есть Но опять-таки Все-таки Либо Это Мазда На Вот Той Сборке Единственное Что здесь Можно по заклинаниям Посмотреть Либо Это Сетка Чтобы От тех же Демиков Успеть Если что Сбежать Потому что Демики Это Мета Однозначно Будет С Очень Высокой Долей Вероятности Если Крокгар То возможно Это Рогатый Поскольку Он не попадает В лимит Синглов Естественно С быстротой Ицля Ну и все-таки Все-таки Вот Зланию богов Ну либо Уже на вот таком вот Транспорте Хотя Разница Двести Десять Скорость Дорогого Стоит Вот Либо уж тогда Древнекровный Завр На том же Хладном Почему бы и нет В толпе пехоты Вот с этими Своими обилками По крайней мере 66 сопротивления урону Плюс еще и 18% Натиска Пехи Завры и воины Они Ну не сказать что уж Тяжелая пехота Ну такое Средняя пехота Ближнего боя И с 16% И плюс все вот эти вот Обилки Она в общем то достаточно Хорошо должна заходить Вот Ну либо уж тогда Пробовать вот этих вот Товарищей Ну понятно это Четыре этих В обязательном порядке Это либо Хамелеоновый сынк Либо сынки Застрельщики Тут кто как уже свое Микро То есть что то вот Из этих трех В обязательном порядке Какие то эти отряды Они должны здесь Присутствовать Более того Я видел Даже сборки Все таки Вот неправильно Было конечно Бастиладон Этого брать Хотя Зашел в принципе Неплохо Либо вот так вот берут Либо более того Вообще Вот так берут И Вот это конечно же Очень проблематично Для Империи Закон 34 Этих Если эту пехоту Даже при пяти Одинаковых С ней Империя В принципе может справиться То вот с четырьмя вот этими Ну достаточно тяжело Хоть Луминар Хоть кто Хоть снайп лорда Хоть что ты там делай Хоть ты тресни здесь Поэтому Ну вот ваши мысли По Мете Империи И Люда Ящеров В этом матчапе Мне было бы интересно Это дело выслушать Потому что Озвучить все В одном видео Как бы не можем Даже вот ход поединков Он был озвучен Ну в таком более-менее Общих чертах Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok